Канал Загет поступил в следующий вопрос. Почему со временем охладевает вера? Есть разные духовные состояния у каждого человека, как в природе. Сейчас у нас весна, впереди жаркое лето, потом холодная осень, снежная зима, весна. Так и в духовной жизни бывают разные духовные состояния, и человек не может находиться все время в одном и том же. Да, вера, безусловно, она должна быть у нас всегда, но мы по-разному воспринимаем ее. Например, Господь дает нам благодать, приходит к нам, мы чувствуем его близость, его дыхание, дыхание Божьей благодати, и наша вера становится благодатной, она становится пасхальной, она становится такой богоприимной, когда он принимает самого Бога, который приходит к нам, и, безусловно, мы радуемся, находясь в такой вере, и доверяем Богу, и наше доверие становится все крепче и крепче. Бывает состояние, когда мы испытываем какую-то скорбь, и тогда вера наша как будто бы колеблется, но это нормальное колебание, потому что мы боремся, мы находимся в борении с собой, мы несем какой-то подвиг. Это не значит, что Господь отступил от нас, Господь также рядом с нами, как и был в благодатном состоянии. Помните тот эпизод, когда ученики Христовы находились в корабле, и Господь был с ними, он спал на возглавии, и наступила буря, и апостолы разбудили Христа словами, что ты не видишь, что мы погибаем, спаси. И Господь укротил бурю, и воцарилась тишина. То есть, это говорит о том, что Господь в буре, тоже рядом с нами, но он как будто бы спит, условно говоря, то есть, он не вмешивается, а ждет от нас подвига веры, ждет от нас терпения, ждет от нас смирения, чтобы мы в этом могли потренироваться. Бывает состояние, когда человек сильно устает, находится в вознемождении, и тогда ему кажется, что вера его оскудевает, он как будто бы ничего не чувствует, он переживает, что у него нет такой чувствительности. Это тоже нормально, потому что не всегда нужно чувствовать присутствие Божие. И кто мы такие, чтобы это делать? Кто мы такие, чтобы всегда быть с Богом в тесном контакте? Конечно, мы этого не достойны. Поэтому важно не чувствовать, а важно верить, оставаться в вере и напрягать свою веру. А напряжение веры может быть принято за ее оскудение. Она не оскудевает, просто требуется усилие. Нам труднее становится верить. Мы трудимся, чтобы остаться в этом добром, хорошем напряжении веры. Бывает, вера как будто бы оскудевает, когда много человеческого, много своего, много своеволия. Чем больше своей воли, тем меньше благодати Божией, тем больше скорного, больше нерадостного, больше пустого. Но Господь сказал, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Поэтому, когда мы чувствуем, что мы слишком надеемся на себя, постараемся убрать себя в сторону, постараемся не мешать Богу нас спасать. Господь сам знает, как нам помочь. Господь сам знает, когда к нам прийти и что с нами делать, лишь бы не было нашей воли, лишь была бы в нас воля Божия. Поэтому будем принимать радное состояние. И благодатную веру примем с благодарностью, и веру, которая требует духовного напряжения, тоже примем с покорностью, как необходимость. И постепенно вера наша будет становиться более опытной. Потому что опытность и приходит тогда, когда человек трудится, когда человек благодарит, когда человек принимает от Бога Божью помощь. Субтитры создавал DimaTorzok